Шалом, дорогие друзья! Мы сегодня снова с вами поговорим об актуальной теме кашрута. Нашей темой станет продолжение глобальной темы, о которой мы с вами уже говорим несколько уроков, тема об окунании посуды в микву. Мы с вами поговорили, какую посуду мы обязаны окунуть, мы с вами поговорили о том, можно ли нам пользоваться посудой для того, как мы окунем в микву, и также мы говорили, что нам делать, когда мы не знаем, окунули ли посуду в микву. Сегодня мы поговорим, как окунать посуду в микву, Причем при этом мы поговорим о какой водоем, какие воды подходят и каким образом именно нужно это делать. То есть само окунание посуды в микву для того, чтобы она была разрешена в использовании евреев. Как мы знаем, обязанность окунать посуду в микву приведена в Торе после Медьянской войны, когда народ Израиля вышел воевать с Медьяном и вернувшись принес с собой посуду. Часть посуды была уже пользована, а часть была новой. И там сказано, что мы обязаны прежде чем использовать посуду, даже новую, окунуть ее в воды микву. Миквы, точнее в воды, в которые окунается Неда. Ахбемей Неда Итхата. То есть очиститься через воды Неды. Что такое воды Неды? То есть в принципе это говорит, что посуда должна окунаться в те воды, в которые окунается Неда. Неда это та женщина, у нее было кровотечение, у нее была ритуальная нечистота, и она отчищается от этой ритуальной нечистоты к своему мужу. То же самое должно произойти с посудой. Мудрецы первых поколений Решуни спорят вокруг вопроса, есть ли есть полное сравнение между окунанием, женщиной, которая была нечистой ритуальной чистотой, Неда, и между окунанием посуды. На Галаху мы установили, что действительно миквы, в которые окунают посуду, должна иметь все законы и быть кошерной даже для окунания женщин. То есть иметься в виду, чтобы там была дождевая вода, то есть вода в принципе не искусственная и не прошедшая через искусственные трубы правильным путем. То есть миквы, то что сегодня делают кошерные миквы, и в ней должно быть Арбаимса, то есть 40са, переводя на наши меры объема, это, если идти по мнению Арбхаймна Э, то это где-то 600 литров приблизительно, то есть, а если идти по мнению Хазуныша, то это около 1000 литров воды. Это минимально, то есть если это меньше этого, то эта миквы непригодна для окунания посуды туда. Теперь, дело в том, что есть еще один момент в этом сравнении между окунанием женщины, которая не да, которая очищается, и между окунанием посуды. И это то, что пишет Хайадам. Хайадам говорит, что нужно окунать посуду в воду одним ударом, то есть нельзя ее покунать по частям. Должна посуда входить в воду полностью, с одного раза, не так, чтобы окунули часть посуды, а потом еще часть. Почему? Как написано про женщину, которая окунается, то есть нужно окунуть все тело, всю плоть в воду. Точно так же нужно, чтобы вся посуда вошла в воду. Что для этого нужно сделать? Как можем это сделать? Мы должны держать, мы же не бросаем посуду, она не может войти и выйти сама по себе. То мы должны сделать так, опустить посуду внутрь воды, полностью погрузить ее рукой, и после этого передать в другую руку, которая уже в воде. Таким образом, вода, которая на руке, здесь остается, и тогда есть так, получается так, что посуда обволакивается водой со всех сторон. То есть, в принципе, для того, чтобы со всех сторон посуды вода прикоснулась. Еще одно, что можно сделать, это можно сделать так, засунуть одну руку в воду и взять, потом взять, то есть этой мокрой рукой, то есть этой мокрой, засунуть в воду посуду, то есть сначала намочить в мокрой руку, взять посуду этой мокрой в воду, опустить вниз и держать немножко, скажем так, не крепко, чтобы было немножко, скажем так, слабое держание, чтобы не выпало, конечно, с другой стороны, чтобы вода свободно проходила. Так окунают посуду в миг. Тут стоит добавить очень интересный момент. Деферит Исраэль пишет очень интересную вещь, это хедуш, то есть вещь, скажем так, не совсем стандартная, и он сам сомневается в ней, что есть возможность, то есть, в принципе, он говорит, что то, что сказано, что нужно посуду окунать в миг одним присестом, с одного раза, это только то, что заопязывает с точки зрения Торы, то есть только в металлической посуде. В посуде стеклянной, например, которую не обязаны мы окунать по закону Торы, но мудрецы постановили, что по стеклянной посуде тоже нужно окунать, там он говорит, что можно окунать кусками, не обязательно сразу всю посуду в воду. Но, как я сказал, Деферит Исраэль сам не уверен в своем объяснении и оставляет это, потому что называется быцарих юн, то есть нужно об этом подумать. Поэтому на Галаху мы это не делаем, на Галаху мы, не важно, это посуда металлическая, это посуда стеклянная, это посуда какая-либо другая, которую надо окунать, мы окунаем ее целиком, а не кусками. Теперь, вопрос, что мы делаем, когда у нас есть какие-то мелочи, то есть у нас есть, например, вилки, ножи, ложки и так далее, слишком много, мы по одному что-нибудь окунать, в этом случае можем взять сетку, которая у нее с дырками, то есть вода проходит с одной стороны, с другой стороны посуда не упадет в воду, то есть мы должны потом собирать внутри миквы. мы можем это сделать или взять муть ящик с дырками и так далее, пластиковый, например, в Израиле есть такие из-под молока, они пластиковые с большими дырками, туда можно складывать. В принципе, нужно сложить туда посуду, но нужно заботиться там, чтобы посуда не втыкалась одна в другую, иначе вода не прикоснется везде, она должна лежать там спокойно, нормально, и это мы опускаем в воду, чтобы вода покрыла полностью посуду, вилки, ножи и так далее. И мы поднимаем вверх, то есть мы поднимаем вверх и вытаскиваем назад, и таким образом у нас все становится кошерным, пригодным к использованию. То есть нужно только позаботиться, еще раз на этом мы поставим акцент, нужно позаботиться, чтобы вода дотронулась до всего и покрыла все. Еще один вариант, менее практичный, но возможный, это взять веревочку и завязывать, то есть как бы брать вилку там или ложку, завязать и потом еще раз веревочку, дальше завязать, дальше завязать, но главное там оставлять узелки немножко слабыми, для того, чтобы с одной стороны не выпало, с другой стороны, чтобы вода зашла и притронулась к посуде. Также, то есть со стаканами нужно проследить, чтобы стаканы, вода попадала внутрь, и не значит там воздух иногда держится, нужно, чтобы воздух ушел, то есть чтобы вода попала там внутрь полностью, поэтому иногда стоит опускать стакан внутрь миквы боком, тогда вода заходит, заходит, и он туда полностью окунается. Я думаю, что принцип понят. Есть вопрос интересный по поводу окунания посуды в микву, которая состоит из разных частей, например, мясорубка. В мясорубке есть много-много всяких частей, и надо ее разбирать, или ее нужно окунать цельной, или не надо ее разбирать. Минхат Ацхак говорит, что окунать надо, Ада Галаха говорит, что нужно окунать так, как этим пользуются. А мясорубкой пользуются не разобранной, а только цельной. По этой причине берем всю мясорубку и окунаем ее полностью в микву, не разбирая. Так говорит Минхат Ацхак. В любом случае, если человек хочет, да, разобрать посуду, то есть какой-нибудь типа мясорубки или что-нибудь в этом роде, и окунуть ее частями, запчастями, то в этом случае нельзя разбирать небольшой кусок и все, то есть на две части, на три. Нужно в этом случае действительно уже разобрать на самые мелкие части для того, чтобы окунуть. Так написано в книге Твилат Келеха. Итак, если мы подытожим, мы окунаем посуду любую, которая обязана пройти через миквы, будь у нас обязанство из Торо или из мудрецов, посуда должна зайти полностью в воду, можно использовать иногда сетки, которые с дырками, чтобы вода проходила там, нужно позаботиться, чтобы вода покрылась и дотронулась везде, и цельную посуду, которая состоит из многих частей, мы окунаем цельной, точно так же, как она используется. Если мы и да, решили разобрать, нужно разбирать до мелких частей. На этом все, и с Божьей помощью поговорим о других вещах на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok